Добрый-добрый день, друзья дорогие! Зима совершенно не повод отказываться от наших с вами путешествий, а наоборот самое время взять да и поехать из большого города туда, где снег по-настоящему белый. Белого снега много здесь, в Псковской области, в наших с вами любимых Пушкинских горах. И если по родовому имению Пушкиных, по Михайловскому, мы с вами как-то бродили во время одного из предыдущих роликов, то вот сегодня мы чуть прогуляемся по Тригорскому. Ехать на машине, ну, наверное, минут 15-20. Пешком идти около часа, потому что это где-то 3-4 километра. Идете вы красиво, идете вы, любуясь этими бесконечными, как у Довлатова, псковскими медалями. Видите вы эти самые три горы. Вот здесь хорошо эти холмы так плюс-минус видно, хотя прекрасно понимаю, что у вас на экранах, наверное, сплошное белое безмолвие. Тут снега действительно много. Ну, вообще, городище Воронич, видите вы сейчас на экранах, древнее поселение здесь, на этом месте, которое упомянуто будет еще чуть ли не в 16 веке. Пастушок Тимофей увидит в здешних краях Богородицу, и, собственно говоря, здесь будет основан монастырь. Свято-Горский монастырь. Это вот тот самый монастырь, который известен еще будет со времен чуть ли не Ивана Грозного. Но мы, приезжая с вами в Пушкинские горы, наверное, в первую очередь как-то переносимся в первую четверть 19-го, вот в то время, когда ссыльный поэт после шумной Одессы оказывается здесь, в этой псковской глуши, где и обмолвится французским словечком, то по большому счету не с кем. И вот, конечно, для него, друзья, Осиповый Вульф, вот этот дом, к которому мы с вами сейчас подойдем, станет откровенно вторым домом. И вот посмотрите, какой чудный, красивый, толстый, рыжебелый кот встречает нас с вами здесь. Ну, сразу видно, что кот холеный, что живется ему здесь, в Тригорском, хорошо, как некогда, очень даже неплохо здесь жилось, мне кажется. Сан Сергеевичу, здравствуй, дорогой Тригорский кот. Привет. Очень так прям готов пообщаться с нами. Ну, классно. Я, если честно, чуть замерзаю, чуть замерзает у меня стабилизатор, поэтому мы с вами, конечно, потихонечку в дом пойдем, с вашего позволения. Дом несколько странный. Сейчас расскажу про историю. Земли эти, земли Егорьевской губы, будут пожалованы указом Екатерины II, Максиму Дмитриевичу Вындомскому. И вот расцвет имения, это как раз вторая плена 18-го, когда его сын Александр строит вот на этой территории хозяйственные, служебные постройки, оформляет парк как раз-таки. И надо сказать, что сам дом Осиповых Вульф, он находился вот так немножко не здесь, сейчас мы к нему подойдем. То здание, которое видите вы, это бывшая полотняная фабрика, которую хозяева приспособили под дом в 20-х годах 19-го века. Поэтому отсюда он кажется таким несколько странноватым по архитектуре. То есть красивые большие колонны, а дальше такой длинный, скучноватый прямоугольный параллелепипед. Но, тем не менее, все самое главное здесь внутри. В 19-м веке, в пушкинские годы, хозяйкой усадьбы будет как раз внучка Максима Ильича Вындомского, того самого вельможи 18-го века, Прасковья Александровна, семейством которой как раз Александр Сергеевич и подружился. И вы, кстати, найдите здесь Пушкина. Что там за звуки? Видим, какая-то такая снегоуборочная машина едет. Проехала мимо. Ну ладно. Смотрите, какой интересный здесь Александр Сергеевич. В такой снежной белой папахе. Так вот, к тому моменту, там, ко времени Михайловской ссылки, семья Прасковья Александровны будет состоять из семи человек. Во-первых, Алексей, Анна и Евпраксия. Это дети от первого брака. Про Анну и Евпраксию мы с вами еще поговорим отдельно. Про Алексея тоже. Потом Мария, Екатерина, Осиповы. К тому моменту они были просто маленькими девочками. И падчерица Алина. Та, которая Алина, жальтесь надо мной. Сам дом стоит, ну так, чуть в отдалении от сорок. Но, тем не менее, все равно на берегу. Смотрите, насколько он вообще живописен. И как здорово вот так с высокого крыльца, как наши экскурсанты, полюбоваться вот этим белым великолепием. Мы же с вами сейчас в дом как раз нырнем, чуть согреемся и посмотрим, как там что устроено. Итак, друзья, я немножко отдышался и даже чуть-чуть успел согреться. Как только вы заходите в дом, увидите длинный коридор. Но мы с вами пока по нему не пойдем. Свернем чуть налево и начнем анфиладу. Комнат с небольшой буфетной. Здесь есть редкие черно-белые фотографии восстановленного дома в Тригорском. Это 60-е годы 20 века. К сожалению, был утрачен почти 100 лет назад. Восстанавливали его долго и сложно. И не обошлось без чертежей и плана дома вот этого человека. Посмотрите, внука Анны Керн. И вот так этот самый план выглядел. Хорошо видите, да, по четыре колонны как раз с двух сторон. И вот такая анфилада комнат. Вот он на картине, посмотрите. Очень здорово, живописно смотрится. Смело можно сказать, что подобные кадры увидите вы, если приедете как-нибудь не зимой в Тригорское. Картина Мешко 16-го года. Ну, не будем долго задерживаться. Буфетный, следующий буквально шаг. И прекрасная столовая, которая, ну, можно сказать, помнит все-таки дух Пушкина. Помнит вот этих двух очаровательных дочерей хозяйки. Посмотрите, Анна Евпраксия Николаевна. Та, которая Евпраксия, ее еще называли, как чуть ли на французский манер, Зизи. Ах, нещадно, пликует здесь. Посмотрите, стекло. Ну, вот так более-менее можно рассмотреть. Вот, Зина, вам совет, играйте. Из роз веселых заплетайте себе торжественный венец. И впредь у нас не разрывайте ни мандригалов, ни сердец, напишет ей Пушкин. Как-то та самая Зиночка порвала мандригал, который ей не понравился, который ей был посвящен поэт. Видим мы с вами здесь самое сердце дома Лариных. А именно так будут называть Тригорское его хозяева и его гости. Потому что в чертах героев Евгения Онегина, конечно, угадывались в свое время конкретные лица. Видите вы этот почти во всю длину комнаты вытянутый стол. Льняная скатерть, вещи из Тригорского, которые здесь сохранились, самовар. И вот такие прекрасные вазы для охлаждения шампанского. Большие серебряные блюда. Рядом резной столик орехового дерева. Плюс, понятно, печка. И посмотрите, вот такой буфет, где, ну, может быть, и не отсюда вещи, но, тем не менее, той поры посуда, посуда пушкинской эпохи. Не раз, не раз бывал здесь Александр Сергеевич, не раз здесь он бывал и в гостях у своего друга Вульфа. Сейчас к нему как раз подойдем. В коридоре здесь стоит мужской умывальный прибор того времени из семьи Гленищевых-Кутузовых. Старинное зеркало. Как-то я даже прям в шапке верхней одежды, пардон. И зеленые стены кабинета, куда мы с вами заходим. Видите, музей никого, мы с вами одни, поэтому вот так поскрипываю тут половицы. И так тихо. Ну, здесь больше экскурсовод нам рассказывал об отношениях как раз Вульфа, Пушкина, Языкова. Вот они здесь все втроем. Провели они здесь чудесные летние месяцы в 20, по-моему, шестом, что ли, году. И вот здесь такой стилизованный кабинет молодого человека. Первый, четверти, первый, третий, девятнадцатого века. Языков был еще страстным охотником. Александр Сергеевич вот эту его страсть совершенно не разделял. Ну, а дальше комната той самой Евпраксии, конечно. Милый, непосредственный, шаловливый. Предмет стихов моих невинных. Любви приманчивый фиал. Это как раз про нее. Ее портрет видите вы в центре. Знаете, барышни Тригорского питали к ссыльному Пушкину, но, конечно, не только дружеские чувства, как, например, Анна Николаевна. Вполне может быть, что она была в него и влюблена. Здесь вы видите ее такой интересный белый на черном портрет. Он, тем не менее, вот с ней откровенно дружил. И в Праксе другая история. Может быть, она была влюблена в Александр Сергеевич, может нет. Но вся вот эта, вы знаете, кутюрьма и нахождение в центре такого женского внимания, конечно, Пушкину нравилось. Откровенно точно предметом такого полушутливого увлечения Пушкина была Алина, 19-летняя падчерица хозяйки дома. И вот за подобным роялем та самая Алина могла исполнять музыкальные этюды. Очень любил Пушкина Шопена. Именно Алине он посвятит строки. «Алина, жальтесь надо мной. Не смею требовать любви. Быть может, за грехи мои, мой ангел, я любви не стою, но притворитесь». Этот взгляд все может выразить так чудно. «Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад». О зеленом платье, девушка, это дочка Анны Керн, Екатерина. Представляете, я помню чудное мгновение на музыку. Положит Глинка и посвятит романс дочери Анны Керн, Екатерине. То есть две Керн с небольшой разницей во времени вдохновили двух русских гениев на создание шедевров. Глинка тут тоже не случайно, романсы, песни Михаила Ивановича, видите, вы. Да, друзья, в гостиной, мне хочется уходить, тут как-то особенно здорово дышится. Действительно чувствуешь какой-то пушкинский дух. Даже, знаете, вот часы на каменной полке, которые сейчас видите в центре экрана, Сан Сергеевич видел, вещи из Тригорского. А вот эта заводная птичка в клетке, ну, это просто вещь той поры. Вполне может быть, что подобную картину видел Пушкин в центре экрана вашего, внизу под портретом откровения святого Антония. Там всякие разные черти этого самого Антония искушают. И вот те самые черти и ужасы, которые появляются в сне Татьяны, Евгения, Евгения, они вполне, может быть, были навеяны как раз вот этой картиной. Как тут все скрипит, как все прекрасно скрипит, да? Здесь мы уже находимся в комнате хозяйки, вот той самой женщины, вокруг которой все ее дети, первые от второго брака и приемные дети как раз вращались. Она по-настоящему Пушкина любила Просковья Александровна Осипова в Ульф. И вот как раз здесь больше говорится об этой дружбе с поэтом. И здесь же, да, вот видите вы посмертную маску Александра Сергеевича. Как все скрипит, как все классно скрипит. Экспозиция продолжается, и мы, наконец, да, вот видим, где же все-таки тот самый коридор. Здесь, видите, вот такая большая гостиная и коридор, который уже ведет вас на выход. Тут можно, конечно, бродить, не знаю, минут сорок под час, рассматривая гравюры. Да, и спроникнуть вот тем самым пушкинским духом. Вот еще сюда, наверное, нырнем. Из этих окон как раз открывается вид на сад. Понятно, может быть, не лучшее время по парку гулять сейчас, но очень много, знаете, таких литературных достопримечательностей в парке можно сегодня найти. Скамью Онегина и Дупоединенный. И все это даже из окон плюс-минус видно ранней весной, когда еще нет зелени. Сейчас окна так чуть занесены инием, и снегом. Но не беда. Друзья, я чуть подсогрелся, поэтому покажу вам сейчас парк и чуть погуляем по аллеям сада. Вот так с внешней стороны выглядит наш дом, в котором мы сейчас грелись, и нам было так тепло и уютно. Занесен уже снегом. Но дорожки в музее и усадьбе вот эти отважные люди вот чистят специально, чтобы вам, друзья, здесь было удобно гулять, в том числе и зимой. Берег Сороти справа от нас. Видите, даже еще местами там такие есть незамерзшие пятна, что ли. Когда-то в этой самой Сороти с удовольствием купались и гости, и сами хозяева Тригорского. Тригорского заносит, заносит здесь нас снегом. Снега тут много, но мы к баньке с вами все-таки подойдем. В баню, понятно, с камерой не пойдем. Плюс она, понятно, восстановлена. И относительно недавно случилось восстановление там только в конце 20 века. Банька неподалеку находится от фундамента вот того первого усадебного дома. И скамья Онегина здесь, вон там чуть в глубине, видите, беленькая под деревом. Сейчас уже нельзя на этой скамеечке сидеть, и даже как-то близко мы не пойдем. И банька вот, вот она впереди. В этой баньке неоднократно ночевал поэт. И вот это чудное лето 1826-го как раз здесь проводил компания Языкова и Вульфа. И выпь то было немало в то лето, об этом есть тоже у Пушкина. Экспозиция там обычно выходные дни открыты зимой или летом. Можно посмотреть, посвящена как раз друзьям, посвящена тому самому 26-му году. Ну и Тригорский парк. Посмотрите, какой красивый снег. Сейчас тут все заметает и засыпает. Это памятник садово-паркового искусства, конечно, первую очередь 18-го столетия. То есть разбит был как регулярный, с прудами. Их тут несколько, можно сказать, каскад. Тот самый Вындонский, он заботился о том, чтобы парк был не только для развлечения, но и экономически выгодным для усадьбы. Та самая плотняная фабрика, конюшни, амбары, даже винокуренный завод. Все здесь у него было. А вот это так называемый зеленый зал, который видим мы с вами. То есть вот именно здесь молодежь Тригорского как раз с танцами, например. Видите, просто вот так под открытым небом. Там чуть дальше Ель-Шатер, там чуть дальше солнечные часы. Ну, такую аллею Татьяны. Несколько виртуальную, тем не менее, найти можно. Понятно, что эти названия во многом условны. Здесь, как сказано в другом классическом произведении, все дышит Пушкиным, друзья. Да? Поэтому, наверное, не так важно, какие постройки подлинные. Никакие на самом деле видел Александр Сергеевич, какие нет. Потому что все это напоминание о великом поэте. И мы с вами, гуляя здесь, даже зимой, любуясь этим белым снегом, совершенно точно как-то к Пушкину становимся ближе. А он Тригорский очень любил. О, где б судьба не назначала мне безыменный уголок, Где б не был я, куда б не мчала она смиренный мой челнок, Где поздний мир мне б не сулила, Где б не ждала меня могила, Везде-везде в душе моей благословлю моих друзей. Нет-нет, нигде не позабуду их милых, ласковых речей. Вдали один среди людей воображать я вечно буду вас, Тени прибережных ив, вас, мир и сон Тригорских нив. И берег Соро-Театлогий, и полосатые холмы, И в роще скрытые дороги, и дом, где пировали мы, Приют, сиянье мус, одетые. Вот так тут здесь, друзья, в середине зимы 2023 года. Вот такие елки, сосны, сугробы, и так много белого снега. Приезжайте в Пушкинские горы зимой, Приезжайте вот за такими впечатлениями, Приезжайте в том числе и в Тригорское. С вас нравишко и подписка.